Самое легкое, что в рамках этого обсуждения мы услышим свой адрес, что эти люди, вообще говоря, сумасшедшие, и мы о вас были раньше более высокого мнения. Наша аудитория подготовлена. Стоп, стоп, стоп. Не-не-не, аудитория вся разная. Здравствуйте, уважаемые зрители, друзья нашего канала Перехват Управления. У нас сегодня в студии Владимир Николаевич Баглаев. Здравствуйте, Владимир Николаевич. История, доброго дня. Зрители, слушатели, быть добро. Владимир Николаевич, у нас очень интересная тема сегодня. Глобалисты пытаются все уничтожить людей. Прямо у них цель такая, чем меньше нас останется, тем для них лучше. Типа мы засоряем планету. А с другой стороны, разве нельзя предложить им более интересную цель? Что не надо людей уничтожать, это же замечательная рабочая сила, которая может полететь на другие планеты, захватить другие планеты. У них еще плюс в этом же будет. То есть они захватывают нашу Землю, все Земли, а тут еще другие планеты. То есть и там можно захватить Земли. Вот такая интересная идея. Как вы ее можете рассмотреть? Почему они не хотят по этому пути пойти? Ну, смотрите, сегодня, я понимаю, у нас эфир слегка шуточный, судя по началу. Хотя, наверное, с этого шуточного эфира можно перейти в такую эзотерическую тему и порассуждать. Итак, есть какие-то глобалисты, которые почему-то, неизвестно почему, поставили себе цель обеспечить снижение численности населения. Ну, фантазия-то не фантазия, вопрос риторический, на мой взгляд, уже. Потому что есть уже соответствующие научные работы Римского клуба, которые обосновывают, в том числе, необходимость снижения численности населения Земли, с одной стороны. И этот Римский клуб не сам по себе эту работу сделал, ее заказал, профинансировал. И в рамках этого работы сегодня проводятся мероприятия по снижению этой самой численности населения Земли. Поэтому вопрос о том, а зачем вы нас снижаете, господа глобалисты какие-то там, глобалисты, неизвестно, кто это делает. Он, конечно же, возникает. Ребята, а может не надо нас убивать, может не надо нас снижать. Особенно в России нас лучше не делать. Почему? Потому что, слушайте, мы не знаем, где там кто размножается, кого там где-то много. Нас все меньше и меньше. Зачем еще меньше? Глобалисты, пожалуйста, можно не в России, можно не в Украине, можно и в других местах, где, по вашему мнению, возможно, действительно слишком большое потребление. Есть какая-то страна на планете, которая имеет объем промышленного производства на своей территории примерно 6% от общемирового, а объем потребления мировых благ для страны, это примерно 38%. Вы, может быть, там пройдитесь по населению, а что к нам-то лезть, да? Вроде бы так. Мы вежливо, заглядывая в глаза какому-то условному глобалисту, об этом говорим. Что вам на Земле? Идите там на Марсе, там завоевывайте, стреляйте, и пускай, не жалко, забирайте Марс, пускай он будет вашим. А дальше давайте подумаем, а почему наше предложение, условное предложение, должно заинтересовать условного глобалиста? Ну, первый вопрос. Потому что мы ему что? Мы ему хотим поставить какую-то цель, которая ему позволит достигать того, чего он желает. А почему вы считаете, что глобалисту, условному глобалисту, очень важно получить власть над условным Марсом или Сатурном? Почему вы так считаете? Ну, потому что жадность их зашкаливает, они хотят всего больше, 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 а тут, представляете, космос. Он безграничен. Значит, Виктория, из моего общения с рядом людей у меня складывается впечатление, что вы неправильно понимаете мотивацию этих родных слоев. Вот непосредственно у тех, кто вверху, вопрос жадности вообще не стоит. Жадность зашкаливает у их слух. Согласен. И они набирают управляющий персонал максимально зашкаливающей жадностью, потому именно на этих печеньях, корзинках, вареньях, банках, они покупают тех, кто выполняют их теленные мероприятия. Вот там, да, и когда вы на них говорите, у них же жадность зашкаливает. Нет, вот у той группы со своим предполаганием жадность точно не то, что их подвигает к тем или иным действиям. Какая цель? Какая мотивация? На мой взгляд, я могу ошибаться, и все мои в нашей фантастическо-юмористической передаче, мои слова и мысли совершенно субъективны и не имеют никакое отношение к реальности или имеют отношение к другой реальности, а может имеют отношение к реальности и той, и этой. Кто его знает? Ну, не субъективны. Там основные два мотивирующих телеполагания. Первое – это власть. Это власть, потому что когда у вас есть власть, вопрос всего остального – денег, имущества, Марса, Сатурна, золотых приисков в Норильске где-то еще, или Магадане, или Бадайбо, это уже не важно. Будет власть, будет все остальное. Причем власть не на отдельно взятой территории или района, а максимально власть в плане глобальном. И почему мы говорим о глобалистах? Так что конечное, в общем-то, целеполагание любого глобального проекта – это постановка единой власти над всей планетой. Пока существует несколько группировок, которые за эту власть пользуются. Есть несколько вариантов глобального проекта. Поэтому фраза «глобалисты» на самом деле не совсем правильная, потому что вопрос глобальной власти – это не вопрос отдельно взятой группы населения или тех или иных элит. Это есть разные группы элит с разным представлением о том, как должна в будущем выглядеть глобальная власть и самое-то самое глобальное управление. И тот или иной мировой порядок может быть воспринят и исполнен различными группами. Разными способами. Разными способами. И те или иные проекты, будь то черный проект, красный проект или синий проект, сегодня в какой-то мере являются конкурентами. Хотя, возможно, допускаю, что на самом деле приоритет с этим или иным проектом, он уже прорисован, а все остальные проекты являются проектами отвлечения, то есть отвлекающими внимание. И это все субъективно, мы немножко к этому не подойдем. И вот вы говорите, а можно нас не убивать, а можно нас не сокращать, а можно что-то еще и то другое. А, собственно говоря, подождите. Вся проблема в том, что если сейчас население будет дальше размножаться, то вопрос власти, он подвисает. Почему? Потому что если вы посмотрите, как возникают те или иные, вроде бы стихийные, а на самом деле организованные цветные революции, майданы там, достоинства, еще там какие-то разные, по большому счету это четко срежиссированные действия, которые поднимают наиболее активную часть населения на той территории, для того, чтобы они сказали свое «нет». И даже если их меньшинство, этого достаточно, чтобы убрать ту или иную власть, ту или иную территорию. Понятно, да? Поэтому для того, чтобы ваша власть была абсолютно на той или иную территории, вы должны обеспечить абсолютный контроль за каждым человеком, ходящим той или иной населением на этой территории. И здесь надо понимать, что для того, чтобы эту территорию держать подконтрольно, вы должны обеспечивать те или иные правила нормирования ресурсов на это население и контроля за выполнением тех или иных правил. То есть должен быть надсмотрщик, который будет за этим всем следить. И у вас должен быть ресурс, для того, чтобы вы обеспечили возможность стадо держать… Ну, ресурсы, если они печатают деньги, естественно… Стоп, 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 это отдельная песня и отдельная тема, отдельно можно поговорить, ресурс не бесконечен. Поэтому в данной ситуации, если у вас населения слишком много, а его всё надо контролировать, то вы просто не сможете физически это сделать. Поэтому с точки зрения удержания власти, снижение населения является просто необходимым мероприятием для того, чтобы упростить задачу удержания власти. Это первый момент. Здесь, конечно, много нестыковок. И вы помните снесённое скрижание Джорджии, где было прописано на восьми языках, в том числе на русском, о том, что население Земли не должно превышать 500 миллионов, а всё, что выше, им воспринимается в будущем как раковая опухоль на планете, которой надо бороться. Но вся проблема в том, что... Не проблема, а вопрос. В том, что в обсуждении этой темы этими ребятами обозначалось, что не до конца понятно проработана эта система, потому что есть спорные вопросы, а они спорные в том... Кстати, хорошо по той теме говорил Острецов. Это укладывается в том числе в диалектику развития. Так как одним из законов диалектики является переход количества в качество, то, соответственно, обратный закон тоже верен. Снижение количества неизбежно должно приводить к деградации и снижению качества. Поэтому уменьшение населения, в том числе, как вариант, должно будет привести к неизбежной теме деградации, а эта деградация должна коснуться всего-всего-всего, в том числе и элитарных, так скажем, групп... Детишек? И в любом случае, рано или поздно, эта деградация всего этого направления приведет к том числе и к деградации самой системы управления, надзора и контроля и нормирования. А раз так, то даже эти 500 миллионов в любом случае потребуют, может быть, и меньшей степени контроля. Но само по себе качество системы управления и контроля может деградировать быстрее, чем снижение численности населения и не позволит удержать власть в руках. Формально, формально, в пользу такого предположения говорит в том числе и предсказания из Писания о том, что, да, глобальный мир неизбежно наступит, он подвергнется определенной степени насаждения, в том числе террора против тех, кто будет против этого, в том числе жестким мерам нормирования, связанное с наложением печати на чело и на руку. Но пройдет какое-то время, как там указано, 3,5 года, да, и произойдут события, которые, в общем-то, весь этот глобальный мир вместе с его предводителем скинут в Северное озеро. По-моему, так по описанию. Так вот, почему это произойдет с точки зрения логики общественного устройства? А на мой взгляд, это просто неизбежная ситуация, когда произойдет деградация системы управления, просто потому, что закон диалектики при снижении численности приведет к упрощению системы и деградации системы управления. Все. Это коротко. Поэтому, когда вы говорите, а давайте вы нас не будете уничтожать, у них возникает вопрос, ну хорошо, если мы не будем уничтожать, а как же мы вас будем контролировать? А вы едете на Марс? Здрасте. Мы здесь вас не можем никак... А здесь надо пустыни преобразовывать в воды. Зачем? Как зачем? Для того, чтобы хватало еды как раз-таки-то всем. Да, еды хватает всем. Вопрос распределения – это вопрос другой. Технологии позволяют обеспечить всем необходимым. Другое дело, что вопрос всем необходим – это вторая проблема. Вопрос нормирования ведь не случайно стоит на повестке. Ведь сегодня не только в нас, в России, а во всем мире выращено поколение потребления. И для того, чтобы доказать преимущество капитализма перед социализмом, преимущество рыночной экономики перед плановой экономикой, была создана витрина, в том числе за счет ресурсов красного проекта, когда странно-нибудь не произошло, которая сказала, видите, у нас хорошо, у вас плохо. Но и попадает наш человек из общества нормирования Советского Союза туда, где, в принципе, есть все. И, в принципе, с каждым годом все больше и больше. Но я тоже так хочу. Я тоже хочу 15 комнат в своем общежитете историческом. Я тоже хочу забитый шкаф 15 пар микроссовок и 12 паровыми джинсами. Я тоже это хочу, не задаваясь в нюансы и подробностях. И вот это население воспитано. Оно является с точки зрения управления, безусловно, раковой опухоли, которая ничего, кроме углеродного следа, не создает, а потребляет огромное количество ресурсов. И это очень плохо по всем параметрам, как по экологии, так и с точки зрения управления. От него надо избавляться. Для этих людей оно не просто бесполезно, оно для них избыточно затратно. И я вспоминаю разговор в Северной Америке, когда один такой человек в разговоре говорил, что вы так переживаете за этих пенсионеров. Вы поймите, это не наша основная цель. Наша основная цель – это жители мега-города. Нью-Йорка, Москвы, Парижа. Вы представляете, столько потребляет один москвич, или один мельбурнерс. Вы представляете уровень потребления? Вот если одного этого устранить, у вас ресурсов хватит на 20 пенсионеров. Устранение пенсионеров не решает задачу снижения затрат на содержание этого никого не нужного. Кстати, по этому поводу неплохо высказывался, открыто высказывался пример Канады Трюдо, который говорил о том, что вырастает слой экономический и политически бесполезный. Но куда еще откровеннее сказать людям, которые ты вырастил, что с вами должно сделать? Если вы политически и экономически бесполезны… У них эстаназия уже принято. Да, но вопрос следующий. Люди почему-то, даже то, что им открыто говорят их руководители, не воспринимают как информацию к анализу и размышлению. Подождите, премьер-министр развитой страны Канады говорит, что растет слой населения экономически и политически бесполезных, а вы сидите и думаете, да, давайте мы попросим этих людей нас больше не уничтожать. Почему вас не уничтожать? Вы экономически и политически бесполезны. А переведя на язык управления, вы еще вредны с точки зрения системы управления. Владимир Николаевич, у них есть ресурсы, как вы говорите, для того, чтобы перенаправить весь этот народ, переучить и так далее, для полета в космос и для освоения других планет. Еще раз, зачем? Зачем? Мы только что пришли к выводу о том, что с точки зрения всего этого, это им не надо, это дополнительные затраты раз, а второе, как вы будете переучивать, почему сегодня вот у нас в России, большая очередь стоит поступить в то или иное ПТУ или училище, чтобы выучиться на токаря или фрезеровщика. Вы большие очереди видите? Ну, это же так же сделано все специально. Стоп, 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 я про очереди. Большие очереди? Нет, конечно. Нет, а что так? А что так? Можно же научить людей, чтобы они работали на токарных станках, чтобы они создавали что-то полезное, они только еду разваливали по квартирам. Можно, можно, но это не делается. Не делается. Не делается. Потому что цели такие не ставятся. О, правильно, мотивация, 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 цели. Правильно, поехали дальше. Владимир Николаевич, я очень хочу вас вернуть ко второй мотивации, то есть первая – это власть, а вторая – это… Бессмертие. Замечательно. Ну, вот давайте, самая интересная тема. Дальше возникает вопрос, что какая бы у тебя власть не была, когда ты полностью получаешь, вдруг понимаешь, что проходит время, и ты вроде все добился, и все у тебя в руках, но это не навсегда. И учитывая, что люди, которые приходят в классе на всех этапах ее прохождения, они жертвуют очень многим, и самое неприятное в этой ситуации, что они переступают через многие моральные принципы, в том числе, которых их учили с детства. Какой бы гадкой семье они не выросли, какие-то моральные нормы поведения у них все равно встают. Хотя, конечно, странно, допустим, в семьях вроде приличных, вот у Гайдара, того Гайдара, в семье родился другой Гайдар, который разрушал экономику страны. У великого тренера Тарасова, который воспитывал легенду номер 17 и бился под красным знаменем России, родилась другая Тарасова, которая оправдывает все, что происходит на Олимпиаде Парижа, и ей это очень сильно нравится. Странная ситуация. Или потомки Чекалова, который передалел, передал сделал известный герой, у него потомки, которые сегодня ненавидят страну, просто задыхаются от ненависти к родине своей. То есть, странная, конечно, ситуация, на мой взгляд, или под ней есть что-то более системное, почему так получается, но эти люди, тем не менее, они не могут не понимать, что они совершают на пути к власти, на карьерной лестнице поступки. Которые по всем понятиям Богу не угодны. Но у них другой, наверное, Бог? Не важно. Значит, они могут себя как угодно в этом плане уговаривать. Действительно, понятие другого Бога, оно, мягко скажем, не бесспорно. Почему? Потому что любой, у кого есть телефон в виде айфона, может посмотреть, что на этом телефоне нарисовано. На нем нарисовано отпустанное яблоко. Ну, не знаю, но вы немножко задумайтесь, почему на айфоне отпустанное яблоко. Это признак первозвратного греха. Это символ случайный или нет? Это первый момент. Второй момент. Значит, Прометей, много про это сказано, те, кто занимаются эзотерикой более-менее серьезно, прекрасно понимают, что Прометей – это не случайный и не второстепенный персонаж мифов Древней Греции. Это очень принципиально ключевой персонаж в этой ситуации. И не случайно именно Прометей, Прометей, несущий огонь, это большая фигура, которая расположена на входе в Рахфеллер Центр, непосредственно в Нью-Йорке. И более того, эту фигуру, этого Прометея, именно в таком виде, в один-в-один, вы увидите и в нашем Крокус-Сити над Литово-Поле, и много-много где еще в родных городах, где для отдельных людей может показаться совершенно не безосновательно, что там что-то масонское случайно может показаться, а может не показаться. Но Прометей – это несущий свет. А дальше вспоминаем Балаварского и все остальное. Вы рано или поздно, у вас в голове не может не возникнуть имя человека или бога несущего свет под названием Юрсиф. Ну, а сегодня с вами фантазийная, развлекательная передача, которая к реальности не имеет никакого отношения. Правильно, мы просто сидим, опились мухоморов, и поэтому несем всякий бред. А с другой стороны… Пойдем по пути девятого, скажем, вот мы тупые небополитики, говорим всякую, несем чухню, поэтому не воспринимайте это серьезно, без как сердца. Хотя на тех или иных площадках вы можете увидеть и Прометей, и отпуск на яблок, но это не имеет никакого отношения к нынешней реальности. Тем не менее, вопрос о том, что продление тех или иных лет жизни, почему они так цепляются за эту жизнь? Потому что, как бы они себя не уговаривали, что как бы вот так, где-то, где-то, вероятно, интуитивно и подспудно, они понимают, что вот за все эти мероприятия и действия, которые они производятся, приходится отвечать не перед несущим светом, а перед альфой и омегой. И это уже другая ситуация, и где не факт, что вы окажетесь оправданными, скорее наоборот. Потому что с точки зрения любых вариантов эзотерики, все, что касается девяти кругов ада, по большому счету, сегодня не оспаривается ни с той, ни с другой стороны. А если они существуют, то дальше возникает вопрос. Ребят, как вы сегодня уговаривали, кто-то ваш первый бог, вас-то в эти ворота будет пускать по правилам, которые вы знаете, вне зависимости ни от чего. И дальше становится страшно. И пока тебе 30 лет, наверное, не сильно страшно, а когда тебе 98, наверное, уже вопрос возникает, елки и шпалки. А что можно с этой ситуацией сделать? Учитывая тот перечень мероприятий, которые вряд ли можно отнести к достижениям человеколюбивого руководителя или участника довольного процесса. Это второй момент. Дальше вопрос потери сознания здесь тоже очень важен, потому что, что такое вообще, говоря, жизнь и как относиться к тому, что человек еще жив или еще нет. Вот человек, который спит, он жив или нет. Ситуация очень интересная. Почему? Потому что в момент, если у кого-то была операция и кто-то проходил наркоз, то в момент, когда вы вдыхаете наркоз, вы практически уплываете очень быстро. На этот момент, с точки зрения, да, тело у вас как бы функционирует, но ваше сознание, оно уже не работает. С точки зрения сознания уже ничего нет. Оно уже где-то, скажем так. Дальше возникает, а где и в чем это самое сознание. То есть, интересно, конечно, послушать мозговедов в этой ситуации. Ну, тоже мы в легкую разговариваем, не особо. То есть, если наше сознание, наше размышление, наши мысли, которые, безусловно, уже доказанно являются материальными в том или ином виде, если уж не материальными напрямую, то, как минимум, они материальны через энергетику. Потому что определенная энергетика, значит, полновая структура мысли, она уже присутствует. Это факт. Я даже не хочу ссылаться на Гореева, хотя это, безусловно, подтвержденными наукой его выводы. Но важно другое. То есть, если вы подтверждаете энергетическую мысль, а так как мы знаем формулу Эйнштейна, то переход энергии в массу обратно – это просто прямой расчет. В этой ситуации мысль материальна даже с точки зрения уже научной доказанности. И пространственной. А дальше возникает просто, кто же генерирует эту самую энергетику и материальность? Кто-то может сказать, это же мозг. Стоп-стоп-стоп-стоп. Интересный момент. Может быть, может быть. Ну вот у меня дочь своеобразная оценивает реальность. Иногда мы с ней философствуем. Я по-своему далекий от реальности, она по-своему далека от реальности. И мы наши две далекие от реальности ситуации можем между собой обсуждать. Папа, ну хорошо, говорит. А вот мысли, они рождаются в мозгу, в сознание. Ну да, наверное, рождаются в мозгу. А вот если половину мозга убрать, мысли будет меньше наполовину или нет? А если ложку мозга отчерпнуть наполовину или нет? А если ты скажешь, что ложку мозга можно убрать, и после этого мысли не будет вообще, то вопрос, так в мозгу ли? Или это просто какой-то механизм, который должен быть целиком для того, чтобы формировать эту мысль, а она откуда-то запускается с другой стороны, то ли как генератор, то ли как приемник. Девчонке сейчас всего 13 лет, поэтому она себя ничем не ограничивает в плане пофантазировать и сказать, блин, это быть может или быть не может. Но сами по себе вопросы, которые она задает, она задает таких, которые, если над ними не смеяться, они сейчас задумываются, то, в общем-то, есть над чем размышлять. И тогда в этой ситуации у человека, который занимается вопросами бессмертия, не может не возникать два варианта решения этой задачи. Первый вариант решения задачи – обеспечить свое физическое бессмертие, то есть сохранение своего физического тела, и мозгов, и все остальное, и продление. То есть постоянная регенерация всего-всего-всего-всего, что есть у вас как в человеке, что позволит за счет регенерации физического тела постоянного обеспечить присутствия сознания. Здесь тоже два пути, даже, может быть, и больше. И то количество денег, которое тратится на решение задачи, просто запредельно. В каждой стране те, кто люди более-менее имеют власть, пытаются, так или иначе, работать над тематикой продления существования физического тела и регенерации всего, что входит внутри. Это один момент, хотя он тоже не решает вопрос бессмертия бессмертия в виде сохранения сознания. Почему? Потому что любая катастрофа, а рано или поздно она произойдет, да, вы можете жить тысячу лет, две тысячи лет, условно говоря, но проблему не решает. Рано или поздно Солнце будет настолько велико, что необходимость переезда на другую планету станет, как вы говорите, не потому что там нужна власть, а потому что где-то надо жить. Второй вариант, он является тоже достаточно фантастическим, но, на мой взгляд, и на взгляд тех, кто это прямо занимается, более реализуем, чем первый взгляд. Это перенос сознания на носители, которые вообще никак не связаны с физическим телом или лишь являются частью этого самого киберорганизма. И то, что мы с вами наблюдаем сейчас в исследованиях, в продвижении нанотехнологий, биомедицине, на пересечении всего этого дела, подсказывают на то, что создание кибербио-человека имеет в том числе цель создания не просто сверхчеловека, который обладает способностями, резко превышающими способности обычного человека, но одна из задач – обеспечить сохранение сознания вне зависимости от того, как будет выледить его носитель. Ну, то есть, если вы боитесь смерти… Ну, можно поменять флешку. То есть, если вы боитесь смерти, то все остальное для вас уже не так важно. Вас важно, чтобы вы перестали себя мучить мыслями о том, что вы лежите где-то в ящике деревянном, вас кушают черви, а вы ничего не знаете, не видите и не помните, и зачем вы сейчас к тебе пришли. Такие мысли их очень сильно мучают, и они просто их преследуют в кошмарных снах, как то, что просто вот в холодном поту они готовы на любые эксперименты, кровью, девственностям, всем остальным, лишь бы только как можно дольше этот момент отсрочить. То есть, им доставляет удовольствие жить в этом аду еще больше? Нет. Они тем более понимают, как важно избежать этого момента. Вопрос веры, той или иной, это еще один из моментов, который принципиально важен. Почему? Потому что вера, она в том числе позволяет избежать этого страха, этого ужаса, который им перед себя пытаются. Так как у них вера принципиально другого порядка, то они тем более боятся, потому что вот этой защиты христианина или мусульманина у них нет. И психика открыта вот этим истерическим, ужасным моментом, который они пытаются избежать. Поэтому, Виктория, тема, которую мы с вами затронули сегодня в шуточном нашем разговоре, которая не имеет никакого отношения к реальности и к людям, которые живут на Земле, мы просто с вами порисовали такую книжку сказочных ужасов о том, что могло бы быть, если бы нами правили плохие люди. Конечно, все не так. Конечно, у них никаких глобалистов на Земле, и все люди, и наши руководители заботятся только о том, как будет по-другому. Но если вдруг у вас придет мысль о том, что надо подойти к какому-нибудь фантастическому глобалисту и предложить больше людей сокращать, вы всегда поставьте себе вопрос следующий, какую цель я ему должна предложить и мотивацию, чтобы он отказался от мысли сокращения населения Земли в целом и нашей страны в частности. Владимир Николаевич, но все-таки вот Прометей – это же дарущий огонь, а огонь – это по всем эзотерическим правилам это очищение. Если бы ты знал, как нужен зевсов огонь там внизу. Кому он там нужен? Людям. Он согрел бы им землю, зажег их сердца, посветил бы их мысли. Опять ты о людях. Я только что оттуда. Боги, пошлите тепла. Пошлите тепла, о боги. Освятить их мысли. Ты понимаешь, что ты задумал? Ведь если люди получат священный огонь, они будут подобны нам, богам. А кто ж тогда отличит богов от людей? Представляешь, какая будет путаница? Нет уж. Очень хороший вопрос на самом деле. С точки зрения легенд и мифа Древней Греции, а если бы бывали в масонских храмах, вы же бывали в масонских храмах? Ну, такие ваши годы. Побываете, посмотрите. Так вот, все, что касается греческой составляющей, это очень серьезное отношение к этому делу. И к греческим богам там отношения более чем... Они признаются серьезными. То есть, так вот, он не огонь принес. Он принес знания. Он принес знания. То есть, открываем айфон и смотрим. Это значок откусанного яблока. То есть, человек откусил яблоко с плод дерева познания. То есть, его уговорили откусить от дерева познания. Вопрос не огня. Вопрос доступа к тому или иному знанию. Плохо это ли хорошо? Вот с точки зрения того, плохо ли хорошо сделал тот или иной человек, который принес в мир то или иное знание, это вопрос бесконечно дискутируемый. И именно на той дискуссии, а в чем проблема, если люди получили доступ к тому или иному знанию. Вот здесь возникает масса моментов, масса вопросов, которые являются... Это уже... Мы вступаем с вами на очень непростую дорожку споров, более сложного, чем теология. Это уже споры эзотерические. Но здесь, наверное, самое важное, это готов ли сам человек к этому? Не навредит ли это знание человеку и обществу? Это, наверное, самое главное. Слушайте, вот вы вступаете на очень тяжелый путь споров, что лучше, знание или незнание. И в данной ситуации не случайно все, что мы знаем от тех древних моментов религии, почему так или иначе скрывалось то или иное знание, какую целью и почему... Ведь я скажу, когда мальчишкой, я вот читал, и первая информация была о Библии, мне всегда возникал вопрос, а почему так плохо, почему так тяжело воспринял Альфа и Омега сам факт вкушения плода с дерева знания? Узнал Адам и Ева что-то, что они ноги и все остальное. И вот здесь количество вопросов, которые однозначно можно было бы продолжать, это многочасовая беседа под крепким-крепким кофе. Я люблю эти вещи обсуждать с людьми разных направлений мысли и приоритетности с разных сторон. Почему? Потому что у каждого из них есть своя мотивация, свое оправдание, почему надо было сделать так, так и так. Но эта тема настолько непростая, я скажу откровенно, я не готов ее обсуждать в принципе в пространстве большой общности. Потому что самое легкое, что в рамках этого обсуждения мы услышим свой адрес, что эти люди вообще говоря сумасшедшие, и мы о вас были раньше более высокого мнения. Наша аудитория подготовлена. Стоп, не-не-не, аудитория вся разная. Все разная. Поэтому самое простое, нас назовут дебилами. Это самое легкое, что можно будет услышать. Поэтому я не склонен делиться своим опытом в этом направлении, потому что даже та часть информации, которая у меня есть, со мной произошедшая, она требует общения с людьми, которые прошли хотя бы близко к этому подходили. Это не то, что я хотел бы обсуждать в шоком круге. Но мы с вами сегодня говорили не о том. Мы говорили о том, какое целеполагание возможно присутствовать у тех людей, которые принимают те или иные решения по тому, как в ближайшее время, и не в ближайшее время в том числе, будет развиваться наша реализация на нашей планете. Это разные вещи. Обоснования те или иные, поверьте, что то, что мы сейчас с вами обсуждаем, у них в их среде обсуждается ни год, ни два, и даже не сто. Поэтому все эти задачки для себя они решали, и те или иные решения они принимали, исходя из того, что у них получилось. В конце концов, самый простой пример из той же Библии. Ребята, 40 лет хождения народа по пустыне, 40 лет по пустыне, в которую можно вправо-влево зайти, за месяц туда-сюда обойти 12 раз. Это было не что иное, одно из тех самых первых мероприятий, просто потому, что необходимо было вырастить народ, который вырос в другой обстановке, и из общества потребления, из народа потребления, вырос другой народ. Народ с другими целями и задачами, с другими приоритетами. Я условно говорю, это то есть... Перепрограммирование. В том числе. И мы подобного рода мероприятия в нашей уже нынешней истории наблюдаем постоянно на разных территориях, с разным населением, с разными людьми. И разными способами. И разными способами. Совершенно верно. Здесь вот точно ненаучно популярная тема, чтобы... Тем более она очень спорная. Но мы будем тогда информацию давать по чуть-чуть, поэтому на сегодня, я думаю, что мы закончим. Просто вы понимаете, почему? И всегда возникает вопрос, наверное, у зрителя, а вы-то по какую сторону? То есть я... По сторону знания, однозначно. Знания, но только в облимении. Значит, в данной ситуации я стою на мысли, что... Помните, один из основных законов, вернее, вопросов философии? Мир познаваем или нет? Я прихожу к выводу, потому что с точки зрения человеческих возможностей и способностей человек не способен познать мир. То, что мы называем знаниями или познаниями, с точки зрения той информации, которая вообще присутствует, это такая микроскопическая, ананаскопическая, какая мысль, что считать, что мы что-то знаем в рамках того количества информации, которая присутствует даже в одной вселенной, это нельзя назвать знаниями или познаниями. Это вообще говоря, не очень хорошо. Дальше. Я коротко об... Значит, момент. Значит, ты с кем? Я скажу так. С точки зрения моего подхода к жизни, который вырвался годами, все, что я слышал в разных моментах, значит, то, какие цели и задачи и учечество в целом и отдельном человеке в частности, мне близко то знание и учение, которое я получил на Афоне. И ничего более разумного, чем там, я нигде никого не слышал. И мотивация этих людей для меня является, нам ли правильно. Почему? Потому что, опять-таки, вспоминая Вернардского, ну, это очень далеко, это передачей сложно. Я не считаю отдельно взятого человека разумной субстанцией. Если вы возьмете от человека, разумного человека, который родился, разумным человеком, его поместите, жить и выживайте, будете кормить его срез пробирку, так, чтобы он не имел никакого сексуального окружения, он вырастет здоровым человеком, в пять лет он будет человеком, в десять лет он будет человеком, он будет неразумен вообще ни в чем. Это будет живое создание биологическое, которое… Пустой флешкой. Это ничто, совершенно. То есть, человек становится тем человеком, который есть, который вырастает в том или ином социальном окружении. И в зависимости от этого он наполняется теми или иными функционалными знаниями, возможностями и способностями. То есть, я к чему кланю? Сама по себе флешка «Человек», она бесполезна без его участия в чем-то более широком общественно-социальном или что-то еще. Поэтому, когда мы говорим про ноосферу Вернавского, мы о чем говорим? Что по большому счету каждый из людей является какой-то частью мыслительного, живого, думающего организма, назовем его планета, думающая Земля. И те или иные мысли, энергетика каждого человека, она формирует то, чем и как думает и о чем думает планета Земля, условно говоря. Причем, человек не является единственной составляющей, генерирующей эти мысли энергетику. Многие подходят к тому, что в ноосферу, на ноосферу входят в том числе и другие моменты, связанные с генерацией того, что можно назвать ноосферой. Дальше возникает вопрос. Если такие мысли мы говорим с вами про ноосферу Земли, про думающую планету, то почему нельзя подумать о том, что с точки зрения определенной логики планета тоже является составляющей части думающей Вселенной, а все, что думающие и мыслящие, вероятно, имеет те или иные цели задачи, для чего она думает и мыслит. Мы приходим к мысли, что по большому счету Бог создал всего у себя для одной цели задачи. Это познание самого себя. То есть, конечная целью Бога является познание самого себя. Я коротко, утрированно. В нашей ситуации у меня возникает простой вопрос. Возвращаясь к понятию хорошо ли знать, откусить яблоко познания для отдельной частицы. То есть, есть разные подходы к тому, должен ли человек знать или не должен человек знать. Сделал ли Люсифер хорошо, когда дал возможность человеку откусить с дерева познания или сделал он плохо. Если предположить, что в той ситуации, когда человек был создан как готовая флешка для выполнения тех или иных функций Богом, то он и работал без сбоев. А откус сани чего-либо к дереву познания вы, по сути, дело заносит какое-то дополнительное несанкционированное знание в эту флешку. А с другой стороны... Назовем вещи своими именами, это вирус. А с другой стороны, и Люцифер тоже же боком создан. Стоп, стоп, стоп. Рано или поздно мы с вами опять перейдем к Голливуду и вспомним фильм «Матрица». То есть, вся проблема в том, что с точки зрения различных рассуждений мы можем прийти к мнению, что вот это вот знание, которое сделало доступным нам от имени Люцифера или Прометея, это, не знаю, само по себе незнание, это дополнительный функционал флешки, который с точки зрения внешнего управления воспринимается как вирус, который приведет к разрушению и самой флешки и всей системе управления. И с этим надо будет бороться. Ну, опять-таки, мы сегодня говорили легко о вещах, не существующих, никакого отношения к реальности не имеющего. Не воспринимайте эту информацию серьезно близко к сердцу, потому что это просто больной бред людей, которые переели мухомор. Владимир Николаевич, на самом деле познание действительно бесконечно, вечно, и это интересный, захватывающий процесс. Вот, знание, не примененное, не примененное, это уже не знание. То есть, знание обязательно ты должен применить, тогда это будет знание. Вика, где в сети проще всего поймать вирус? Ну, на порно-сайтах, наверное. Вот, вы ответили сами себе на вопрос, хорошо ли получить какие-то знания в виде вируса или плохо, и где их можно получить? Интернет у нас настолько многообразен, что там столько информации, что каждый может получить то знание, которое... А теперь вот, опять-таки, сопоставляем. Что первое я понял, Адам и Ева поняли, когда они откусили из дерева познания. То не ноги. То есть, это был первый заход на порно-сайт древний. Дальше мы расхлебываем тот вирус, который мы подхватили. Спасибо, Владимир Николаевич, очень интересно было, я думаю, нашим зрителям тоже. Я не считаю это бредом. Это откатка на ночь. До свидания, друзья. Будь добру. Ты похитил с неба священный огонь и отдал его людям. Где же он, этот огонь? Здесь у меня. Да.